Бронзовая медаль Олимпиады. С одной стороны успех, но главный тренер сборной России по фехтованию подал в отставку. Тренер саблистов Француз Бауэр также намекнул, что готов оставить свой пост. Медальный план не выполнен. Задолго до Олимпийского турнира спортсменов отрывают от своих личных тренеров. Ехать в Лондон наставники могут, но в основном за свой счет. К играм фехтовальщиков готовит один тренер, выбранный Федерацией. Мне кажется, здесь не добрали. Вот не хватило чуть-чуть, не хватило чуть-чуть Сони. Я не говорю о том, что вместо Кристиана Бауэра там должен был стоять ее тренер. Я не говорю, что за Колей должен был я стоять. Нет, не об этом речь. Но мы могли тоже чем-то помочь в работе. Практически полтора года я выполнял удивительную работу. Даже не передать какую. Я ничего не делал. Николаю Ковалеву вручили почетную награду от Министерства спорта. Затем подобные награды получили другие петербургские спортсмены. Даже представители акробатического рок-н-ролла и спортивного ориентирования. А вот двукратный призер Лондона в велоспорте Ольга Забелинская в число приглашенных гостей не попала. После паузы в тренировочном процессе, связанной с рождением второго ребенка, в городском комитете она не нашла поддержки. Пришли в спорткомитет в городской. Они сказали, ну вы покажите, что вы умеете, что вы еще что-то можете. Ленинградская область не ставила таких задач. Они сразу просто помогли, чем могли и пытались поддержать. В основном, конечно, по поводу тренировочного процесса я тренируюсь только в Ленинградской области, потому что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге это сделать невозможно. Но зла ни на кого не держит. Главная цель достигнута. В пятницу в 19.00 в итоговой программе за неделю мы подведем первые серьезные итоги Олимпиады. Посмотрим, где и как загорелась в первый раз звездочка Николая Ковалева. И что думают об играх в Лондоне наши зрители. Александр Буренин, Кирилл Краснов. Новости 24 Петербург.